Здравствуйте, дорогие зрители канала Лес Сатогород. Сегодня я опять буду делать лепёшки, не удивляйтесь, но из-за отсутствия магазина они нам заменяют хлеб. Для этого я беру муку, биваю сюда яйцо, насыпаю соль в воду, хорошенько перемешиваю, водичка у меня тёпленькая. Соотношение муки и воды примерно 1 к 2. Точно вам никто не скажет, потому что мука разная, размер яйца также разный, но ориентироваться на 1 к 2, чтобы тесто не было очень тугим и может даже слегка чуть-чуть липло к рукам. Слава Богу, что вода не бывает, не влияет разная. Да, вода не бывает, вода тоже бывает разная, надо брать хорошую. И вливаю где-то ложки 2 примерно растительного масла. Вот так. И замешиваю тесто. Сначала, как обычно, как мы делали плаценды. Тесто такое, ссылочка будет под видео в описании. Мы делали и плаценды, и лепёшек уже много делали. Ну, вот такая у нас кухня. Вот такое мы любим. Лепёшечки. А лепёшки и к супчику, и к чаю, и со сметанкой. Нет, ну мы не обжираемся, мы едим в меру. А тот подумает, что мы только сидим и жрём. Ну, как это пословица? Не полопаешь, не потопаешь, да? А, ну, точно. Ну, вот. Вот так мы примерно замесили. Вот. И сейчас вымесим рукой. Мука у меня, как вы видите, под боком. Я не взвешивала. Ну, взяла примерно муки и воды. Соотношение у меня будет один к двум. Я уже знаю это соотношение. Вот. И замешиваю тесто. Пока, по моему ощущению, воды добавлять не надо. Да, и муки, наверное, добавлять не надо. Вот так мы его всё, всю муку соберём. Знаешь, по поводу кушать много или мало. Мой дед рассказывал, что немцы ж были тут раньше как колонисты, они хозяева были, ну, к ним приходили наниматься. Это в какое время? Да, ещё до войны, ещё тут румынии были, ещё до революции. Ну, вот он приходит, болгарин, к немцу наниматься. Ну, они как-то сидит, семья ест. Немец говорит, хозяин, ну, садись, говорит, кушать. А, он говорит, да нет, не хочу, начал скромничать. Ну, немцы два раза не повторяют, один раз и всё. Поели, он им же заканчивает, а его никто второй раз не зовёт. А он работал у них? Ну, пришёл наниматься. Никто не зовёт второй раз кушать. Он говорит, хозяин, скажите первое слово, которое раньше говорили. Ну, это, наверное, такая же, это такая, как сказать, не сказка, такая байка. Не, ну, это было когда-то. Когда-то было. Всё рождается. Ну, я слышала, кроме тебя, тоже такую байку. Хозяин, наверное, повторить ещё раз то, что вы казали, да? Ну, и смотрели, как нанимающиеся, прежде всего предлагали покушать, как он кушает. Если хорошо кушает, значит, хороший работник. А если плохо ест, то какой из него работник в конце? Ну, да. Так что, а нам с нашим хозяйством всё равно надо кушать. А я слышала, как наймочку, ну, домработницу тоже нанимали на работу. И тоже смотрели, чтобы, во-первых, значит, хозяйка под кровать, куда-то под диван, в укромный уголок прятала перстень. И сказала, вот ты мне здесь сделай генеральную уборку. И если она, ну, тот, кто нанимался домработницей, не находила перстень, значит, она плохо убрала в уголок. Она не посмотрела. А если нашла перстень... И не отдала, значит, воровка. И не отдала, значит, воровка. Значит, тоже не брали на работу. Ну, вот, тесто мы вымесили. То мы много можем болтать и вспоминать. Вот. Вот так оно чуть-чуть липнет. Мы его сейчас в эту же миску поставим. Накроем полотенцем. Дадим, чтобы отдохнуло. И примемся за начиночку. Вот, пока тесто наше отдыхает, мы времени зря не теряем. И приготовим начинку. Я взяла где-то грамм 600-700 творога. Тоже можно примерно сказать. Вот. Затем пучок лука. Высыпаю сюда лук, наш творожок. Затем разбиваю. Так как у меня творог попался в этот раз на рынке, выбора не было, только одна с женщиной. Он немножко перегретый. И я разбью, чтобы он был сочнее. Немножко больше яиц. Четыре яйца. Так можно было бы, если бы творог был сочный, можно было бы обойтись и двумя яйцами. Но я разбью четыре. Возьму примерно так, сколько мне на этот творог нужно соли. И размешаю яйца с солью. Добавлю нашу начинку. Вот. И хорошенько всё перемешаю. И вот начиночка наша готова будет. И можем уже, ещё минут пять подождём, чтобы где-то полчаса наше тесто отдохнуло, чтобы оно хорошо тянулось. Чем больше тесто отдохнёт, тем оно будет легче тянуться и можно будет его растягивать до тонкого состояния. Всё. Начинка готова. Я даже не пробую. Примерно знаю, что соли достаточно. И подождём ещё минут пять, пока тесто наше отдохнёт. А другую начинку можно? Да, любую начинку можно. Можно варёную картошку, сырую картошку. Можно только лук с яйцами. На любой вкус. Понятно. Тесто отдохнуло полчасика. Подпиляем стол мукой. Вот. Выкладываем его на стол. Будем делать наши лепёшечки. Вот. Разделяю. Зависим. Разделяйте на такие кусочки. Какие вы хотите лепёшки, какая у вас сковородка. Большой диаметр, маленький. Да, не надо такие маленькие. Помощнее. Ты хочешь побольше? Помощнее. Помощнейше. Вот. Делаем шарики. Тесто немножко липкое. Оно не очень такое... Вот. Плотное я делала такое, чтобы было... Мягкое. И делаем вот так все шарики. Сейчас накатаем. Вот когда смотришь, то кажется, не так, не так. А когда уже пожарены, то всё так. И так они улетают. Да. Ты бы сделал по-другому. Всё. С тебя следующее видео. Следующее видео снимаешь ты. Какое-то блюдо. А то люди за тобой уже соскучились. Хорошо, хорошо. И мне будет приятно. Ясно. Ты не согласен? Да согласен. Тебе будет приятно. У меня есть другие дела. Да? Да. У тебя важнейшие дела, да? Да. Ясно. Итак, берём первую лепёшечку. Сначала мы её раскатываем скалкой. Сколько можем потоньше, сколько получается. Вот. Раскатали во все стороны. Придали такую круглую форму. Немножко мукой подпыляем. Потому что оно раскатано не очень так плотненько, чтобы не прилипало. Теперь я смажу немножко наш корж растительным маслом. И дам минут 5 ему отдохнуть. И начну раскатывать следующую лепёшечку. А эта пусть немножко отдохнёт. Тогда она будет легче тянуться. Вторую лепёшку мы раскатали. И пока она также будет отдыхать, мы первую лепёшечку, которую смазали маслом, растянем. Сначала центр, а затем вот краешки. Она под весом своим. Вот берём вот за вот этот край. И она под весом тянется. Если даже она где-то немножко дырочка появится. Ничего страшного. Они всё равно у нас будут наслаиваться. Один на другой. Растягиваем ещё немножко вот так края. Края. Вот. Растянули. Теперь я беру, делаю вот такой вот радиус от центра. Вот сюда вот делаю радиус. Затем насыпаю начинки. Начинки беру не очень много. Но так, чтобы она была и к центру, и к краешкам. И делаю вот такой вот кулёчек. Вот. Скручиваю её кулёчком. Где чувствуете, что может масла недостаточно, чтобы они слоились. Нужно смазать или вот растительным маслом, в моём случае. Или сливочное масло можно растопить. Или даже смешать сливочное с растительным. А так вкуснее, когда смесь с жиром. Да. Вот потом вот эти мы вот так защипываем. Вот. И сплюскиваем её вот таким образом. Делаем комочек. Да. И затем руками вот так растягиваем её. С одной стороны и с другой стороны. Сколько у нас получается руками. И потом немножко ещё раскатаем. Если вот здесь в центре, где был носик нашей плаценды, можно вот так её защипнуть. Не плаценды, я уже говорила себе. Я то делала плаценды, это лепёшки. А то жители Молдавии скажут, какие это плаценды. Плаценды не такие. А плаценды у нас, кстати, есть на канале. Всё. Сковородка разогревается. Вот. И делаем следующую лепёшечку. Совсем немножечко я капаю растительного масла. На первую только, да? Да. И отправляю нашу лепёшечку, пусть она обжаривается. Вторым способом мы сделаем такую треугольную лепёшечку. Так же. Вот ещё чуть-чуть надо подтянуть, а то краешки толстенькие. Да, я тосты не люблю. Да? Да. Ты смотри, какой строй. Смотри мне. Вот. Растянули. Это ж не милина твоя, которую ты делал. Да что ж ты под моим битым? Опять точно так же. Глазом боишься уже. Да, я ж тебя боюсь. Ужас, ужас. Тоже берём вот так начинки и сделаем вот так треугольные такие наши лепёшки. И вот последнюю вот накрываем, если можно вот дотянуть её. Вот. Здесь немножко прижимаем края, чтобы наша начинка не вышла. Ждём, пока поджарится. Можно даже немножко его так растянуть. Ждём, пока поджарится и будем выпекать следующее. Лепёшка подрумянилась. И выпекаем её с другой стороны. Вот. Первая лепёшечка готова. Мы её... Ну, переверну, вот покажу вам. Вот такой у неё вид. Теперь протру я полотенечком, вот, протру полотенечком сковородку, потому что вот мука немножко обгорает. Вот. Не полотенечком, а слофеточком. Ну, это полотенце бумажное. А-а-а. Вот. И ставим нашу треугольную лепёшечку. Вот. Передаём ей форму, чтобы она поместилась в нашей сковородке. И всё, ждём, пока пусть она подрумянивается. И принимаемся за третью. Вот третью лепёшечку мы точно таким же образом раскатали. Раскаталась она немножко лучше, потому что постояла подольше. Точно так же мы её будем... Вот. Сначала растянем центр, чтобы он был потоньше. Затем берём за края и растягиваем края. Пройдём так два раза по диаметру. А может, меньше. По два раза, я думаю. По два раза мы прошли по диаметру. И вроде бы у нас всё растянулось. Вот. Ещё можно немножко краешки подтянуть. Вот. Вот так. Теперь я смажу, где моё растительное масло. Немножко смажу растительным маслом, чтобы вся поверхность нашего коржа была в масле, чтобы оно и тянулось лучше, и лепёшка была слоёная. Потому что, если маслом не смазать, тесто, стенки теста будут прилипать друг к другу. И превращаться в однородную массу. Вот мы смазали немножко. И ещё немножко, уже смазанную маслом, ещё немножко, тогда легче тянуть вот эти вот краешки. Вот. Потянем ещё немножко, чтобы тесто было потоньше. Вот так по краю тоже пройдём два раза вот так по краю. И будет достаточно. Ну, я думаю, нормально. Вот. И так сойдёт. Вот эту дырочку мы зашьём, залатаем. Здесь ничего страшного нет. Все дырочки. Заплаточки. Всё. И как ни в чём не бывало. Теперь я возьму на половине нашего коржа, вот эту половину, я положу вот начинку. Вот. А вот эту половину оставлю просто для того... Для слоёности. Для слоёности, да. Вот. И начинаю скручивать, как обычную, вертутку. Чуть-чуть прилипло, это не страшно. Всё, оно завернётся, потому что творог немножко, вот, мокрый. Вот, смотрите. Все наши погрешности, всё скрыло. Теперь вот эту вертутку делаем, такую вертутку-улиточку. Вот. Немножко подпылим ещё, вот такую форму лепёшечную, чтобы не сказали, что это плацинда. Оно всё, всё одного поля ягоды, как говорится. Всё тесто с начинкой. Да, сейчас вот подождём немножко, пока ту лепёшечку дожарим и будем выпекать эту. Вот подрумянился и наш трёх, мы его уже без масла. Ах, как пахнет. Всё, обжаривается и принимается опять дальше. Вот наша лепёшечка подрумянилась. Вот такая она. Только не пишите, что я горячее беру руками, что у меня руки деревянные. Вот так. Так и привыкла. Горячее мне не страшно. Вытираю и ставлю. Я сам в шоке, что как ты горячее берёжка. И вот, пусть выпекается наша лепёшечка-улиточка. Таким же способом мы растянули следующую нашу лепёшку. И сложили её пополам. Эту половинку я также вот смажу растительным маслом. Складываю её в четверо. И опять смажу, да? Вот. И немножко её раскатаю теперь. О, вот это будет только мне. А чё? А она такая освоёная будет. Да, и придам ей тоже форму такую более-менее круглую, чтобы можно было её слепить. Ну, у нас тоже такие делали, только называли... У нас называли перемащенными пирожками. Переджетики. Ну, перемащивали в основном сливочным маслом. Вот. Возьмем вот так рукой. Собрала. И соберу вот так все... Ну, можно сказать, как плацинду. Получится вот такая лепёшечка. Плациндная лепёшка? Да. Или лепёшечная плацинда? Ну, как назовёшь, а всё будет вкусно. Да. И тоже вот немножко её растянем руками. Вот. Это мне будет. Всё. Вся мне. Хорошо. Вся тебе. Даже если тебе, то даже искалка немножко. Всё. Ждём, пока следующую будем запекать. Что тут наша улиточка? Смотрим. Оп. Хорошо. Ждём. Пойдёт. Ну, и какой это уже у нас пятый способ, да? Да. Так как у нас четыре способа с начинкой, а начинка у нас уже закончилась, и мы будем делать пятый способ лепёшки с нетом. Просто обычные стандартные лепёшки без начинки. Точно так же мы его растягиваем, наш корж, чтобы растянуть все наши краешки. Вот. И будем вот так его скручивать. Не обязательно там уже там аккуратно. Вот оно главное, чтобы была смазана вся поверхность растительным маслом. Вот. И теперь ещё можно вот так немножко его подтянуть, чтобы было подлиннее. Скручиваем опять же улиткой. Теперь уже можно не бояться, что откуда-то вылезет наша начинка, творог или там любая другая начинка. Вот. И будем раскатывать, делать слоёную нашу лепёшечку. Вот это уже будет чисто лепёшка, без примеси плацент и других способов. Ну и получится у нас три. Вот один ещё остался. И получится три у нас вот такие лепёшки, без ничего. Вместо хлебушка. Ну а вот мы дожарим сейчас их. И будем пробовать. Вот подрумянилась уже и четвёртая наша. А с другой стороны подрумянилась? Подрумянилась, да. Ты хоть чтобы я показала. Вот. Румяненькая, хорошая. А то я же не хочу... Опять мы протираем. И сейчас я положу вот пустую, вот такую лепёшку. И пусть она тоже обжаривается. Ну и вот последняя наша лепёшка, без начинки. Третья, да? Да, третья готова. Ну всё. Что, Иван Афанасьевич? Будешь пробовать? Вынесешь вердикт? Да уже, блин, пора. Проголодался? Так. Пробуй, Иван Афанасьевич. Как будто ты растерялся, с какой начинать. Ну, тут у нас пять способов. Я боюсь опозориться. Ты знаешь, это пытка снимать видео про то, как готовят еду. Появляется зверское желание сожжёть. И теряются все правила приличия. Я боюсь опозориться перед камерой. Начинаете кинуться. Ну, давай, давай. Ну, с какой пробовать? Я не знаю. Ну, начинай без ничего. Ну, так вам с нетом. Тихий ждал-ждал, и потом с нетом. Ты видишь, как оно расслаивается. Вот так хорошо. Но если бы было чуть больше масла, ещё бы сильнее расслаивалось. Надо просто сливочное масло. Не, не надо больше масла. Оно так похоже на болгарское гизнаме. Гизнаме? Да. Это тоже лепёшки? Ну, да. Лепёшки, можно сказать, но по-другому называется. Гизнаме? Гизреми. Гизлими. А, гизлими. Есть пазлами и гизнами. А пазлами что? Ты знаешь, пазлами, по-моему, так. Я их сам делал в детстве, но, по-моему, пазлами это без жира, а гизнами на жиру. Понятно. Ну, пробуй с начинкой. Ну, болгары, кто смотрит, пускай они уточнят, что такое пазлами и гизнами, чем они отличаются. Это вкусное. А теперь вот эту. Вот то, что я говорил, что самая такая, что мне нравится. Ну, это треугольничек. Так, ну, вот начиночка. Да, вот это вот тут даже больше слой. А я помню, ты на эту больше масла налила. Вот я, и видишь, как оно это оторвается, видишь? А ты тоже хочешь, да? Ну, да, давай скорее пробуй. А то сапожник без сапог. Готовила, готовила. Ну, блин. Ну, вкуснота. Ну, все. Да ну, надо же еще одну попробовать. Да все. Також, две. Хватит уже распробовалось. А какой тут еще, какой там способ был? А, улитка, ого, начинка, да? Ну, там все понадкусиваешь, прям, как не болгарин, а... А то, что я понадкусиваю, как украинец. Не съем, а понадкусиваешь, чтобы не торгать. Да. Ну, вот улитка. Вот это, да? Да. Все, давай быстренько пробуй, давай. Закругляйся. Да. Мертутка. Ну, все прекрасно. Ты понимаешь, когда она толще, вот как эта, больше чувствуется вкус лука и этого, творога, классно. Тут чувствуется как раз посередине нейтральный вкус. Ну, а тут, естественно, как одно тесто, тесто и прожаренное чувствуется. Ну, вкуснотища. Любое из них на вкус и цвет. Спасибо, уважаемые. Я вам нагнал аппетиток. Бегите, готовьте. Молодые дамы, которые родились в конце 20 века и в начале 21, приготовьте своим мужчинам и никуда они от вас не денутся. Про молодых дам более раннего разлива я ничего не буду говорить им, потому что они и так все знают. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. До свидания, друзья. Всего хорошего. Пока.